Насколько мне известно, сейчас в мире развиваются технические средства запуска на орбиту самолетов, когда предварительно ракета поднимается на высоту 10 километров большим транспортным самолетом, а потом с него стартут. Поэтому тут про то, что вы спрашиваете, у меня просто нет информации, я не могу все с этим комментировать. Я еще одно замечание сделаю, чтобы объяснить. Дело в том, что, понимаете, вот Ильфан Фредич сказал самолетов, почему? Потому что минимум надо поднять космический корабль на высоту 150 километров, чтобы ему придавать там первую, вторую, третью космическую скорость. Иначе мешает атмосфера. Так вот, опять-таки, зачем нам нужна Луна? С Луны этих проблем нет. С Луны можно придавать скорость прямо с поверхности Луны, потому что атмосфера не мешает. Опять-таки, экономически очень выгодные будут запуски. Я думаю, что в конце концов, так оно и будет происходить. День космонавтики не спросить о том, верите ли вы в существование инопланетян. Почему-то я подумала, что будет, наверное, уместно так финально спросить ваше мнение. Это ваш вопрос, такой официальный. Ну, поскольку мы занимаемся поиском планет около других звезд, на самом деле, когда мы говорим о жизни, надо разделять вопрос, о какой жизни мы говорим, о цивилизации, о существах подобных нам, либо о жизни микробной, примитивной. Татар Информ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости. События. Подробности.